Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины под названием вспомогательные исторические дисциплины. На прошлой лекции мы с вами говорили о нумизматике. Итак, сегодня мы продолжаем изучение пятой темы нашего курса. Тема называется нумизматика и фалеристика. И за последовательное изучение нумизматики мы сегодня изучаем фалеристику как вспомогательную историческую дисциплину. Перед вами силабус. Мы сразу же пойдем вниз и посмотрим на список рекомендуемой литературы. Это общие учебники по вспомогательным историческим дисциплинам римского. Также вот эта замечательная работа Спасского «Иностранные русские ордена» до 1917 года. И учебное пособие Абрамова «Испомогательные исторические дисциплины». Сюда же хотелось бы добавить очень интересную книгу, посвященную непосредственно изучаемой нами науки. Это Игорь Всеволодов. Монография называется «Беседы о фалеристике». Подзаголовок «Из истории наградных систем». Москва. Издательство «Наука». 1990 год. Издание. Фалеристике. Сразу же обращусь к вопросам для закрепления. Мы открываем. Вот он вопрос по теме фалеристика. Здесь видите заданий не 5, а несколько больше. И давайте посмотрим, на что обратить внимание. Итак, вам нужно будет дать определение фалеристики. Ответить на вопрос, что такое фалера. Из какого металла она обычно отливалась. Что обычно изображалось на фалерах. Что было поводом для награждения фалерой. Из какой науки фалеристика недавно выделилась в качестве самостоятельной научной дисциплины. Как выглядели самые древние знаки отличия, рассказывающие о подвигах и отваге воина. Каким был первый вид римской награды. Каковы были разновидности этой награды. И что такое сигны. Итак, давайте попробуем ответить на эти вопросы. Итак, давайте начнем вот с последних четырех вопросов. Обратимся к древним истокам. Специальные знаки, указывающие на храбрость владельца, возникли прежде всего в Древней Греции. Там существовал термин фалера. Применялся он как углым бляхом, крепившимся первоначально к узде коня. Вот, кстати, это еще и часть ответа на второй вопрос. От Древней Греции пошел и сам обычай увенчивать объедителя лаврами. Но в Греции сама система наград не могла быть четко и строго разработана, так как Эллада всегда оставалась разделенной на несколько небольших государств, армии которых не были профессиональными. Римляне, создавая империю, одной из опор которых, из опор которой была сильная профессиональная армия, заимствовали греческие награды, разработав на их основе стройную систему. Первый вид римской награды венец. Кстати, самые древние знаки отличия, рассказывающие о бодрагах от ваги воина, это были в самой глубокой древности, это были татуировки. На теле воина при помощи татуировок рассказывалось, как бы, так сказать, в картинках боевой путь этого воина. А мы говорим, вот, отвечаем на этот вопрос, каким был первый вид древнеримской награды. Это венец или венок по-нашему, да? Наградные венцы Рима имели четкую иерархию и установленный правилами нижний вид. Высшим венцом римской империи была корона триумфалис. Вот мы уже перешли к ответу на вопрос, каковы были разновидности этой награды. Итак, корона в переводе с латинского означает венец или венок, корона триумфалис это высшая награда римской империи в свое время. Вначале венец был лавровым, но впоследствии листья стали изготовлять из золота. Поэтому у венца возникло другое название. Корона аурия. Золотой венец. Именно этот тип венца, который получали лишь полководцы и триумфаторы, и послужил прототипом королевским и княжеским коронам. Триумфальному венцу уступал по значению венец корона обсидианализ, первоначально сплетенный из цветов и травы, а впоследствии из золотых цветов и золотой травы. Он давался тому, кто снял осаду с города или крепости. То есть мог отстоять крепость от осады неприятеля. А корона цивика из дубовых листьев вручалась тому, кто спас в бою товарища. Корона муралис в виде крепостной башни давался первому вступившему на стену вражеского города. Поэтому очень важно было именно первому ворваться на стену атакуемого города, потому что можно было получить такую высокую награду корону муралис. Корона валалис предназначалась тем, кто захватил вражеский лагерь. А корона навалис растрата вручался за морские подвиги. Зубцы этого венца изображали носы кораблей, ростры. Вот их можно видеть на растральных колоннах в Санкт-Петербурге. Поэтому помимо этих военных наград существовали и венцы гражданских заслуг. Миртовый и оливковый. Таков далеко неполный список наградных венцов Древнего Рима. К венцам полагались ленты, которые повышали класс награды. Венцы не всегда носили на голове, иногда их можно было носить на золотой цепи на шее. Венцы вручались не только отдельным полководцам и воинам. Венец мог получить целый легион или центурия. А сигны или шестые воинские частей, заменявшие нынешние знамена бывали обильно украшены наградами. Итак, сигны, вот ответ на вопрос такой сигны, это знаки римских легионеров. То есть была такая высокая вертикальная древко, на котором крепились награды и отличия того или иного легиона. Именно на сигне помещались венцы, фалеры и прочие отличия легиона. Но высшей наградой для легиона было знамя, пурпурный квадрат материи, свистающий с перекладины шеста, увенчанного римским орлом. Фалера сохранилась немного, некоторое число их обнаружено при раскопках. Чаще всего можно увидеть на статуях или на крупных изображениях воинов. Фалера, вот давайте посмотрим ответ на эти вопросы. Фалера это круглая бляха диаметром до 10 сантиметров. Обычно она отливалась из бронзы или позолоченного серебра. И переходим к четвертому вопросу, к ответу на него. На фалере изображалась голова божества, чаще всего Марса, иногда Минервы или Юпитера. Встречаются также фалеры с головой Синкса или иного животного, символа легиона. Порой заслуженные войны имели по нескольку фалер. В Веронском музее есть изображение Серториуса Феста, центуриона 11 легиона, панцирь которого сплошь покрыт 9 массивными фалерами. А на кожаном панцире, хранящемся в одном из римских музеев, уместились 10 фалер. Надо сказать, что система награды вот этими фалерами, венцами, рухнула с крушением Римской империи. Фалеры-венцы не нужны были варварам, сокрушившим Рим. А теперь поговорим о фалеристике как науке. Мы открываем сайт с той, столь любимой вами, как правило, Википедии. Итак, фалеристика. Это наука, которая в свое время выдвинулась из нумизматики. Вспомогательная историческая дисциплина, занимающая изучением истории орденов, медалей. Смотри, медальдерика, значков, настольных медалей, жетонов, наградных документов, так и в любых нагрудных знаках. И мы перейдем от определения к происхождению названия. Название произошло от латинского фалера, это металлические украшения, служившие воинственными знаками отличия. Или от греческого фалера, металлические бряки, бряки по брякушке. Это награды римских легионеров. Сам термин фалеристика впервые был употреблен в 1937 году чехословацким коллекционерам наград, он же импильцем. А в русский язык термин вел историк из Баку, известный коллекционер и следователь, специалист по наградам Штейн в статье «Фалеристика. Сестра нумизматики». Опубликованная статья «Декоративное искусство СССР, 65-й год, номер 8». Давайте теперь откроем статью в Большой Российской энциклопедии по поводу фалеристики. Итак, фалеристика. Вот есть определение. Это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая ордена и медали, знаки наградные, всякие корпоративные, юбилейные, памятные знаки. Об окончании учебных заведений. Кстати, раньше такой ром давался выпускникам университетов. Значки, в том числе сувенирные настольные медали, фрачные миниатюры, наградные документы. Также фалеристика называется коллекционирование вышеуказанных предметов. Основная функция фалеристики – атрибуция и систематизация наград и наградных знаков, как памятников в истории культуры по следующим признакам. Вот вы читаете, да, учительные документы, обстоятельства, место, время, тисновое издание, статус, средняя зона и так далее. Вот этот термин фалеристика, еще раз напомню, ввел в 1937 году, запомните эту дату. И кто ввел термин фалеристика? Этот вопрос может вам попасть во время рубежного контроля, допустим. Да, чешский коллекционер, все это наград, он же Пильц. И дальше названы популяризаторы. Вот. И наиболее крупными собраниями награды обладают музеи Московского Кремля, исторический музей, Эрмитаж и так далее. Британский музей. И есть форумы, да, есть форум фалеристика. И существуют специализированные виртуальные музеи, допустим, ордена и медали СССР, допустим, да, награды императорской России. Вот. И я хотел бы вам показать еще один интересный очень сайт. Это сайт о фалеристике. Фалеристика молодая ночная дисциплина старинных наградок, да. Итак, еще одна, еще раз дается определение фалеристика. Также разница коллекционирования, да, выше названных отличительных нагрудных знаков. И вот я почему выбрал этот сайт. Здесь очень много иллюстративных, очень ярких материалов. Вот это, вот смотрите, какой красивый, шикарный орден. По цвету знамени вы видите, да, что это французский орден. Это знаменитый орден почетного легиона. Придуманный, так сказать, введенный в практику, тогда еще не императором, тогда еще первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Орден почетного легиона, высшая награда Франции в настоящий момент, да. Так, теперь история фалеристики. Вот здесь говорится, что это молодая дисциплина, значит, да, вот, то есть, вот, теперь еще раз имя Олдрих Пильц, да, придумал этот термин в 1937 году, а потом вот Роман Штейн принес его в Советский Союз. Вот военный орден Вильгельма, германский орден, как вы видите, очень, очень красивый, яркий. Вот, фалеристика выделилась из нумизматики, да, в качестве самостоятельной науки. Так, медали также существуют. Вот, это военный орден Италии, середина 20-го века. После падения Римской империи, медальерное искусство в Европе быстро пришло в упадок. Только в конце 14-го века итальянскими мастерами были изготовлены памятные медали, возглавляя захвата Паадуида. И потом появились в 17-м веке в Европе первые наградные медали за военные подвиги. Вот, в частности, это Георгиевский крест знаменитый. Вот это Георгиевская лента, да. Вот, это Георгиевский крест, видите, четвертой степени, то есть самой низшей степени, простой, его еще называют солдатский Георгий, да, то есть солдаты награждались, офицеры, начиная со следующей, с третьей ступени награждались этим орденом. Вот, итак, вот, солдатский Георгий. Вот здесь изображение святого Георгия на коне, который копьем убивает дракона, да. Вот здесь у нас буквы С, Г, да, святой Георгий, и, видимо, порядковый номер ордена и указание, что это четвертая степень этого ордена, это орден святого Георгия. Так, вот здесь сербские ордена показаны. Так, также, видите, не только ордена медали, ну и, допустим, кокарда Российской империи, кокарды тоже, кстати, это значки, а разный значок, то тоже объект исследования поляристики. Вот, очень интересно, орден Британской империи 1917 года, тоже, то есть, видите, какой красивый, яркий, интересный. Вот это орден Победы знаменитый, драгоценнейший, да, потому что вот это вот бриллианты, вот это рубины, соответственно, да, и так далее, то есть, он из золота, платины, серебра, вот это вот рубины, вот, правда, искусственные, да, тем не менее, это очень дорогой орден, так сказать, недавно один такой был продан наследниками румынского короля Михая, который в конце войны выступил на стороне Советского Союза, да, и его союзников, и был награжден Советским Орденом Победы. Вот сейчас его потомки торгуют этим орденом, так сказать, стремясь заработать большие-большие деньги, да, вот, вот, кстати, нагрудный знак об окончании Российского Императорского университета, видите, красиво, видите, тоже форма ромба, да, как затем вот у советских выпускников в вузах, то есть, тоже был такой, как его называли, университетский ромбик.